Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем только о главном. Проезд в автобусах возможно будет составлять 65 тенге. Маленькой девочке из города Абай Ангелине Жуковской срочно нужна помощь. В Карагандинском департаменте по чрезвычайным ситуациям открылся новый пресс-центр. Проезд в автобусах возможно будет составлять 65 тенге. Это решение было принято накануне на заседании Палаты предпринимателей городского Акимата. Также на совещании присутствовали и представители автопарков города. Две недели город пребывал в ужасе. На одном из заседаний Акимата было принято решение о повышении проезда на 30 тенге. Сумма немалая. Горожане даже организовали митинг против повышения тарифов. И вот вчера чиновники сказали, что проезд повысится, но не на 30 тенге. Возможно, проезд будет составлять 65 тенге в следующем году. Окончательное решение будет принято областным Акиматом. Споры вокруг 80 тенге все еще продолжаются. Маленькая девочка из города Абая Ангелина Жуковская уже 4 раза перенесла операцию на сердце. На данный момент ребенку необходимо лечение в Турции, на что нужно 18 тысяч евро. Таких денег у семьи нет. Подробности в следующем сюжете. Ангелина – инвалид детства. Среди многочисленных диагнозов – ДЦП. Девочка перенесла несколько операций на сердце, после чего находилась целый год в коме. По словам матери ребенка Оксаны Жуковской, очень часто у Ангелины происходят судороги. У ребенка 4 порока сердца, неврология, плюс у нее куча патологий, у нее хромосома одноличная. Но сейчас на данный момент наши врачи, медицина, нам просто отказывают в реабилитации, ссылаясь на то, что состояние ребенка тяжелое. Ну, я понимаю, что тяжелое, а что делать? Оксана Жуковская от своей маленькой дочери не отходит ни на шаг. Женщина без слов понимает, что нужно ее ребенку. Принимает лекарства Ангелина по времени. Не примем препараты, у ребенка учащаются приступы и судороги ее тянет. Она синеет, у нас и кислородная подушка, естественно, мы кислород где-то включаем, ребенку кварцуем, как бы все, что нужно, как бы для ребенка делаем, но мы не можем все предоставить. Ангелине всего 4 года, она весит 9 килограмм. Для ее лечения нужны дорогостоящие лекарства и обследование у хороших специалистов. На данный момент малышке срочно требуется лечение в Турции. На пребывание в клинике нужно 18 тысяч евро. Таких денег у мамы Ангелины нет. Пособие, которое она получает на ребенка, составляет всего 39 тысяч тенге. Ну, мы вообще состоим в Абайской больнице своей, но обследовались мы в Караганде на 45-м. И как бы нам вообще, как бы не предоставляют реабилитацию. Поэтому мы обратились в Турцию, в клинику Аджибат. Там согласились нас обследовать и какое-то нам, ну, откорректировать лечение первоначальное. Потому что ребенок, если ее не поддерживать, естественно, она умрет. Потому что ребенок ничего не может. Сейчас на ваших экранах щита, на которые можно перечислить материальную помощь для Ангелины Жуковской. Не оставайтесь равнодушными в чужой беде. Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Первый Карагандинский. Важные темы в сфере строительства были затронуты на брифинге в Акимате Карагандинской области. На вопросы журналистов отвечал руководитель управления строительства Самат Мурзатаев. Обо всем подробнее в следующем репортаже. Самат Мурзатаев рассказал журналистам, что в области нет объектов, которые заморозили в ходе строительства. Также отсутствует отставание по срокам сдачи строений. В данное время ведется строительство детского сада в городе Приозерске, а также реконструкция детского сада на 270 мест в городе Сарань. Помимо этого в поселке Киевка возводится профессионально-технический лицей с общежитием. Говорили на брифинге и о программах дорожная карта бизнеса 2020 и доступное жилье. В текущем году одно из направлений программы доступное жилье является направление программы строительства арендного жилья по линии ипотечная организация казахстанская ипотечная компания. Это четвертое направление, которое в общем-то также строит жилье четвертого, третьего класса всем нуждающимся. Также стало известно, что по плану форсирования индустриального развития области в ближайшем будущем в городе Сарань будет построен завод панельного домостроения. Уникальность этого проекта заключается в том, что фактически он возвращает край к панельному домостроению. Также к данному заводу планируется приложить проект жилья, который будет отличаться от того, что строит сейчас. По словам Самата Мурзатаева, уже в первом полугодии 2014 года идея будет реализована. В заводских условиях эти элементы домостроения будут доведены до высшего качества отделки. Лишь остается, как в Леге, в игре детской, возводить ее в любое время года. Остается только подождать, чтобы данный завод у нас запустился и имел загрузку. Марк Брюшко, Карат Рашидов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Караганду посетила делегация из Японии. Здесь члены Ассоциации по торговлю Ратабо будут обмениваться опытом по развитию социально-экономических зон в Казахстане. Делегаты также намерены посетить Павлодарскую и Алматинскую области. В каждой из социально-экономических зон иностранные гости ознакомятся с развитием местной инфраструктуры для укрепления отношений между нашими странами. Ратабо Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами сотрудничает с Казахстаном в течение 10 лет. Основной род деятельности компании заключается в сборе и анализе новейшей информации, а также организации поддержки бизнес-форумов. Акыны из Астаны, Казаларды, Карагандинского региона собрались в Шахтинске на Айтыс, посвященный Дню Первого Президента Казахстана. Подобные певческие состязания в Шахтинске проводились впервые. Перепев двух акынов может длиться часами. А если они страстно повествуют о наболевшем, то отклики зрителей звучат немедленно. Творчество акынов интересно и привлекательно тем, что они самые первые откликаются на события повседневной жизни и имеют свою точку зрения. В Шахтинске четыре пары акынов оспаривали право называться «Лучшим». Песенников оценивало жюри, состоящее из профессиональных акынов и филологов из Каргу и Булашака. Акыны пели о шахтерском труде, о проблемах, о том, как порой неуютно бывает возвращаться в холодную квартиру. Акыны в своих песнях даже предложили переименовать город Шахтинск и дать ему более благозвучное название. Критику песенников выслушал и Аким Шахтинска Александр Аглиуллин. Но на призовом фонде это никак не отразилось. Аким Шахтинска с удовольствием поздравил победителей. Зрители и жюри отметили талант самого молодого исполнителя Доскея Бутная из Караганды. Он занял третье место. Вторым стал Ерин Галиб Кузимбаев. Перевенство завоевал Масхат Аханов из Актогая. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, первый карагандинский. Жаста Желдоздары. Организаторы фестиваля хотят выявить талантливую молодежь Караганды. Мероприятие проводится уже в шестой раз. Только в этом году поступило более ста заявок на участие в этом конкурсе. Это вокалисты, танцоры и авторы собственных песен. Подробнее в следующем сюжете. Хореографический ансамбль «Айла» пришел на конкурс за победой. Так говорят сами участницы фестиваля. К этому дню они готовились очень серьезно, а жюри оценивало строго, но справедливо. Уже сегодня выявили лучших. Из ста участников отобрали 11 номеров по разным номинациям. Мы много репетировали, старались, упорно работали над танцем, над эмоциями, потому что всем девочкам это нелегко дается. До этого мы ездили в Италию, взяли первое место. В фестивале принимали участие молодые жители Караганды, для которых занятие в данном виде конкурсной программы фестиваля не является профессиональным. Сам фестиваль был посвящен Дню первого президента и 80-летию города Караганды. Отрадно еще в этом году то, что фестиваль приурочен ко дню первого президента Республики Казахстан, а также к 80-летию города Караганды. И поэтому наша молодежь с удовольствием откликнулась. И мы сегодня посмотрели жюри фестиваля, отобрали лучших из лучших. И сегодня на галоконцерте наша молодежь будет выступать. Сегодня жюри фестиваля отобрали лучших из лучших. В завершении конкурса будут определены лауреаты и победители. Мартон у нас на галоконцерте каратурский чинец. Динара Сартаева, Габиден Курышпеков, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. Уже второй год казахстанцы отмечают особенный праздник – День первого президента страны. Сегодня во Дворце культуры Металлургов состоялся форум, посвященный этой дате. Подробности в следующем сюжете. На форум были приглашены соратники президента страны по работе в Тимиртау, ветераны войны и труда, делегации из городов и районов, представители этнокультурных объединений, неправительственных организаций, ученые, известные спортсмены и руководители предприятий. Никто за 20 лет не показал такой уровень работы. Это заслуга первого президента нашей страны, великого реформатора и политика. Для участников форума были показаны видеосюжеты о работе Нурсултана Назарбаева в Тимиртау, о посещении промышленных предприятий во время рабочих визитов в Карагандинскую область. Со словами солидарности с главой государства выступили соратник президента Ирмек Тулиубаев, шахтеры-металлурги, работники агропромышленного комплекса, педагоги, врачи, спортсмены, деятели культуры и дети, ровесники Астаны. Нурсултан Назарбаев – главный человек в нашем государстве. Благодаря ему бурно развивается экономика нашей страны. Он сделал всё для того, чтобы в нашем экономическом государстве… Этот праздник был установлен в знак признания выдающихся заслуг первого президента Республики Казахстан, основателя нового независимого государства. Достижения в социально-экономическом развитии, активная внешняя политика главы государства позволили нашей стране занять своё достойное место в мировом сообществе. В этом историческая роль и заслуга Нурсултана Назарбаева. Николай Кровец, Кабиден Курушпеков, 1-й Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Тревел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. ТО «Возрождение 21 век» реализует для фермерских хозяйств и населения гусей. Родительское стадо породы линдовской и губернаторской. А также к рождественским и новогодним праздникам реализуют мясо гуся, утки и индейки. Оптом и в розницу по цене производителя. Телефон 32 0026 и 837-322-9999. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. В Карагандинском департаменте по чрезвычайным ситуациям открылся новый пресс-центр. Он укомплектован по новейшим и современным технологиям. В церемонии торжественного открытия присутствовали работники областного акимата, представители СМИ и сотрудники департамента ПОЧС. Торжественную ленточку перерезал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Талгат Нурмаганбетов. Долгожданного открытия пресс-центра ждали с нетерпением не только сотрудники департамента, но и, конечно же, представители СМИ. Талгат Нурмаганбетов пообещал журналистам о тесном сотрудничестве, а также поздравил всех с Днем Первого Президента. Не секрет, что вопросу работы со средствами массовой информации уделяется большое внимание наше министерство. Наш министр постоянно дает акцент, постоянно указывает то, что нам необходимо просто тесно работать с нашими журналистами, оперативно информировать о всех событиях, которые происходят в нашей деятельности, освещать те довольно резонансные события, которые происходят на территории области, в нашей службе повседневной деятельности. Начальник департамента подчеркнул, что в этом году было выполнено немало работ. Число погибших при несчастных случаях сократилось вдвое. 284 ребенка были спасены сотрудниками ПЧС. Прокуроры области решили отметить День Первого Президента успехами в спорте. Не первый год они меняют свои мундиры на спортивную форму и в азартных соревнованиях доказывают, что они не только кабинетные работники, но и отчаянные спортсмены. Со всех регионов области собрались прокурорские команды, чтобы доказать свое первенство в футзале, волейболе, настольном теннисе и гиревом спорте. Своих коллег поздравил прокурор области Оскар Секешев. Значимый праздник для нас, прокурору. Согласно Конституции, органы прокуратуры являются непосредственно подчетными главе государства. Я вас поздравляю с выступающим в этих праздниках. Спортивным праздником прокурору области отмечают сразу три даты. День Первого Президента Республики Казахстан, День Независимости и День Прокуратуры страны. В этом году все торжества проходят в свете празднования Дня Первого Президента. В 1991 году наш народ, казахстанский, доверить свою первую празднику страны, видя у нас цель Назарбаева Республики Казахстана Республики. «Быть во всей оружии. Чтобы бороться с различного рода проявлением преступности, надо иметь отменное здоровье. А его может поддерживать только спорт и здоровый образ жизни». «Турнир этот проводится у нас уже давно, больше 10 лет. Он всегда у нас посвящен к независимости. И цель мероприятия – это в обличении всех сотрудников». Когда прокурору соревнуются, значит в области не так плохие дела. Сергей Высокосов, Бахтияр, Оспанов, Первый, Карагандинский. В честь Дня Первого Президента Дня Независимости Акимат Карагандинской области организуют сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдет 30 ноября, 7 и 14 декабря. Горожане смогут купить молочные и мясные продукты по низким ценам. Ярмарка пройдет по улице Олимпийская. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Спасибо за внимание. Приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова